Не, все было так. Первая, короче, группа, которой я принял участие, это была группа за Дактава, и в ней был я, и еще была моя другая, которые жили неподалеку. Естественно. Следующей за ним была группа Абсолютный Метод, в ней тоже был друг детства, и у нас тоже мало что получилось. И после этого уже, когда остался один, он из тех, кто предел вообще созданием группы, я вспомнил простого устава, тоже школьного товарища, Митя, был еще один человек-отейник, он еще алхимик, он есть и сейчас, просто его сейчас нету с нами. И с ним мы уже сделали группу Соль-Земли, и уже хотели серьезно всем заниматься, но до сих пор какой-то мы хотим. Что из себя представляет вот этот миллиард? Значит, немного истории. Андрей Хамильев из Касты, когда мы один из последних Азовских встречались, уже мы сделали наш альбом, мы ему его дали, он его послушал, написал на него свою ретензию, но нам он задал такой вопрос. Парни, вот говорят, у вас Соль-Земли группа, да, а вот это вот ваша эмблема, и говорит, я не один вечер потратил на то, чтобы понять, как тут зашифровано Соль-Земли, как бы, вот в этой эмблеме. И как бы мы ее вставили на название нашей группы, изначально, как бы, с интересой такой, потому что, как бы, естественно, там не зашифровано никак название группы Соль-Земли, это понятно невооруженным глазом, как бы, это видно. Это эмблема, она из группы Абсолютный Метод, то есть здесь все просто, вот А, вот М, Абсолютный Метод. Эмблему я оставил старую, потому что она мне дорогая, как память, я сам ее присунул, я сам ее рисовал, это при том, что, в принципе, за мои рисунки я всегда тройки получал. Ну, на эту тему я могу говорить часами, и если я как бы вкратце, это самое простое. Рабочие назвали альбома второго диска Соль-Земли «Культ Силы», то есть полотенка называется «Культ Силы», и она не будет так называться, там будет трек, который так называется. Вот. Альбом мы будем, например, в той же стилистике, как и наша первая работа. То есть тем, кому понравилась символика, и бесспорно понравится наш новый альбом, вот, мы вложили в него еще больше, чем в первую пластинку. Возвращаясь ко дому «Культ Силы», «Клоскинка», там будет много треков, так же, как вот, уже зло на символике, кто знает, кто слышит. Вот. Собственно, сейчас она уже вот в стадии завершения, я думаю, осталась рифтовка. Треки написаны, написана музыка, написаны тексты, сделаны наброски. Мы с этими треками уже активно выступаем. Ну да, на альбоме «Культ Силы» мы с малым принимаем непосредственно прямое участие, будем участвовать в четырех-пяти треках приблизительно. Это такие треки, которые уже, в принципе, они готовы, их осталось только записать. Это трек «Свои», записан уже трек «Протяженность парков», так же трек «Местный». И хочу заметить, что это не первые треки, которые записаны нами совместно с командой «Протяженность парковки», которыми мы сейчас являемся участниками. Да, так же, работаем на «Плот», а уже давно, вот, так что дальше больше начинается. Вот, все будет на нашем случае. Дело в том, что мы не являемся участниками, ну, как бы, лейбла, непосредственно. Но, наверное, в последнее время мы, да, имеем какое-то отношение к всему этому движению благодаря Давиду Птахе. Вот, ну, это мы с ним, в принципе, ну, он, конкретно, я, даже с хорошим отношением. И так получилось, что человек мне глубоко симпатичен, ну, в частности, например, тем, что один из немногих в этой культуре, то, поймите меня правильно, о котором человек что-то говорит и потом это делает. Это очень приятно, потому что за все время, насколько я во всем вообще, вот, в всей культуре валюсь, очень много попадает с людей, которые очень много говорят, а делают только раз не очень. А вот Давид он как-то говорит и делает, поэтому ему отдельное спасибо. Ну, вот, что касается вообще всей этой ситуации в целом, ну, пока это просто какие-то, ну, какие-то тяжкие-подтяжки. В виде приглашения на поступление, ну, и просто даже, сколько-то помощи на уровне, я там, не знаю, ну, просто моральной поддержки, если она бывает нужна. Ну, вообще, в большинстве, я так говорю лично про себя, и моя отношение заставит. Кому надо думать. То есть, одними словами, каждый нам классно, очень, какой-то симпатичен, как человек, и как рэпер, и как образ в рэпе. Это Давид так. Вот. С этим человеком мы намерены дальше поддерживать дружеские отношения, творчески, возможно. Человек классный, и он заслуженно сейчас, как бы, находится в составе своего коллектива, там, извините, там, популярность, слава. То есть, мы сами по-другому взглянули вообще на группу «Цеатр» и на все, что вокруг них происходит, благодаря личному знакомству с одним из них. Да, 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 да. Не будет более того, даже громкие имена хип-хопа, которые сейчас звучат отовсюду, их тоже не будет. Вот. Мы не можем себе позволить бегать за звездами, за теми, чем музыка нам может быть и симпатична. Но, поверьте, сделать кем-то из тех, кто замкнут плотный гастрольный график и, тем более, связан контрактами какими-то. То есть, там, например, с той же кастой, помнишь, с Андреем были такие вот, люди, они дадут соврать. С Андреем у нас была проблема, у нас есть трек, все его знают, и есть половина этого трека на символике, этот трек называется «Странно». На самом деле на эту песню есть припевки, есть куплет Андрея Кремеля, и мы много-много лет мы не могли записать эту песню по причине того, что Андрею был скован контракт. Ему запрещено было записываться с кем-то со стороны, и, несмотря на это, он партизально записывался с своими, там, ростовскими друзьями, с Антандой, с Призраком. И из-за этого у него были проблемы, поэтому этот трек так сверху не увидят. Так что, на символике будут только наши голоса, голоса Романа, голос Романа, голос Романа, голос Александра, и сэмплированные голоса всевозможных исполнителей, исполнительниц, вот так. Единственное условие, при котором группа в своей семье может записаться с начинающим каким-то просто неизвестным человеком, единственный, короче, пунктик, это то, что нам понравилось, то, что он делает. Все, что мы слышали до сих пор, то, что приходило к нам в сайт, то, что пишет, это все подходит под определение детского рэпа, он же, ну, на нашем джаргоне, юморном законе называется, психоририкой. То есть, это, все через это проходили, но я думаю, я в твои, там, 15 лет, я себе отдавал отчет, что то, что я делаю, не стоит слышать никому, кроме самых близких людей, а, возможно, и им не стоит это слышать. Я того же желаю всем, кто, как бы, вот на этой сайте в рэте находится, чтобы понимать, что их песни, как бы, без слез слушать просто невозможно, без слез и смех, вот. Но, если там найдется какой-то самородок, да, который, там, в своем нежном возрасте уже замечает красивое, что-то там свое такое, то мы, конечно, отнесемся к нему с симпатией, с вниманием и совершенно не будем продолжать совместную, вот, какого творчества, так что, никакой не вопрос. Рабочее название альбома «Кристаллизация», вот, работа идет, она, в принципе, уже подходит к концу, осталось записать буквально там трека 4, наверное, вот. Планируется, наверное, концовка на май, на альбоме будет присутствовать много интересных гостей, в принципе, так и будут мои сольные работы. Что касается гостей, там будут Ген из команды Камора, Ризо из команды Digital Squad, Вова, Томми, там, мой дружище, будет Рома, там, Артем. Что касается музыки, там, половина пищи, половина сделал, ну, Андрей, вот, мой друг, музыку, и будет помогать Митек, также там некоторые треки будет продюсировать «Человек из Москвы» и «Брукс», то есть, собственно, как бы вот так. И плюс, как бонус, пойдет клик 36-й, сняли его с толстого, там, буквально за 2 дня, и за 3 дня его, короче, 1-2 смонтировали. Проще название, да, альбома «Сталинград», потому что, во-первых, это номер трек, номер трек, а во-вторых, ну, как сказать, «Сталинград» и образ города, который, как бы, был рубежом в последнем, в самой страшной войне, как бы, в истории человечества, и где бы произошел перелом в этой войне. Вот, и, как бы, вообще, наши треки, альбомы, у них находится место в сумму, как бы, в том числе, и, как бы, патриотизму, как бы, это дешево, молчал. Вот, и на коме «Сталинград» будут треки, посвященные вольным, в которых участвовала наша страна. Вот, ну, и, как бы, еще «Сталинград», как сказать, для меня это образ, очень сильный образ, как бы, боли к победе, боли к жизни. Ну, как бы, я думаю, рано еще говорить о том, что мне бы хотелось выйти за рамки «Группы своей земли», тут, на самом деле, все проще и банами. В процессе записи двух альбомов «Группы своей земли» накопилось определенное количество стреков, которые по идеологическим и многим другим причинам просто не находят места в стреках этих альбомов. Тем не менее, работы, они нам дороги и важны, мы бы хотели познакомиться с сюжетами и с этими песнями. Плюс, немножко хотелось бы на этом альбоме отойти от тем, как бы, стандартных и типичных, как бы, для нашего коллектива. И, пожалуй, удивить даже каким-то образом наших зрителей, где-то поразить, где-то заинтриговать, где-то напугать. И, пожалуй, у меня был в Петербурге полгода назад, сейчас я по пост-организации, там, нашел в статане, и там, когда разговариваешь с отелектором клуба, например, он говорит, нам нужно какое-то гарантированное количество народов, я могу пообщиться с два человека сюда, в Петербурге, поэтому смысл готовить, который, ну, сейчас, на данный момент, там, не миленький, вот, поэтому, не, ну, нам больше хотелось, но, к сожалению, мы не можем нигде гарантируется. Вот, ну, если можно, я продумал, тут, наверное, ситуация такая, там, нам задают вот вопросы, вот, среди, на форуме, когда вы приедете? Да нет, Днепропетровск. Как Днепропетровск. Чебоксары ждут вас, парни, как бы, блин, здорово. Мы с огромным удовольствием приедем в Чебоксары, проедем по всей Украине, более того, вот, тут немного лирики, да? Есть такой человек, Сергей Жуков, или не Сергей, но Жуков, короче, из руки вверх, ну, понятный персонаж, как бы, не очень почетный, но я однажды, вот, краем уха, там, где-то по телевизору зацепил, я сказал классную вещь, говорит, я счастливый человек, я видел каждую беременную этой страны, вот, я хочу так же сказать, там, где-нибудь 40-50 лет, там, как Жуков, как Костник, не хочу сказать, что, как бы, я видел всю страну, я был в каждом сельском клубе, то есть, вот это, я так говорю, ну, мечта, можно вот так вот сказать, но пока для этого просто нету возможности, и, как бы, ну, поймите правильно, нас знает еще не такое количество человек, чтобы, ну, гарантированно, как Митя правильно сказал, они бы пришли на нас, все были бы довольны, все счастливы, вот так, но все будет. Ну, такой вопрос, во-первых, немного неожиданно, а во-вторых, очень актуально. Неожиданно, и почему мы даже между собой эти темы не обсуждаем, чтобы, ну, с одной стороны, не спугнуть, там, удачу какую-то, фарт, да, с другой стороны, чтобы не накалять друг к другу раньше времени, как всегда мы решаем проблему по мере поступления. Тот, кто знаком с нами, там, на первый ход, близкие люди, я думаю, они бы могли бы на этот вопрос хорошо ответить, насколько мы готовы к популярности. Возможно, что и не готовы, но в любом случае, как бы, она, это, если она будет за это популярность, то никаких уродных форм принимать это не будет. То есть мы не будем поливать шампанки, там, друг друга, мы не будем заказывать дорогих пледей, потому что у нас есть жены, у нас есть семьи, и вообще мы всем этим занимаемся, я не скажу, что не ради денег, мы, блин, с большим удовольствием получали за это адекватные деньги, потому что денег не хватает всем, но мы занимаемся этим совершенно по другим причинам, потому что, может, мы слишком дерзко считаем, но мы считаем, что нам есть просто что сказать. Вот, и мы будем этим заниматься и впредь, и, как бы, я думаю, никаких уродливых форм, связанных с популярностью от нашей группы ожидать не стоит. Все будет адекватно, достойно и серьезно. Насколько это может быть серьезно, если речь идет о нашем коллективе. Ну вот так. Вот, наши треки, да, они отнативные закупленные, потому что мы сами, точнее, как сказать, наши треки, они написаны одним типом, очень нарушенным, как и мной. Вот, это вопрос следующего порядка, нравится вам то, что мы сделаем или нет. Там вот вопрос, он так сформулировал, что я понял, человек слышал наше творчество, человек достаточно образованный, там, как бы, и вежливый для того, чтобы просто не срать нас откровенно, но потому как задан вопрос, видно, что ему не нравится то, что мы делаем. То есть то, что он называет однотипным, мы называем стиль. То есть если мы работаем в определенном стиле, сложившимся годами, который обусловлен коллективами, которые, чье творчество, мы любим, которое было, которое повлияло на нас, да, это узкие рамки, это хип-бок, это хад-кор. То есть это, ну, узкий, да, какой он у нас сейчас. То есть ждать нас от нас таких, ну, вообще каких-то там треков, вдруг раз, пуу, там, чтобы такое, да, смысла нет, ребята, такого нет будет. И вообще, я думаю, второй альбом, это еще не время экспериментировать ни с чем, ни с тематикой, ни с просто развиваем стиль, мы развиваем нашу, вот, мы побьем наши тематики, мы еще глубже, там, вот, акцентируем внимание куча, которые нас волновали раньше и волнуют до сих пор. Вот так. Поэтому то, что вы называете однотизмом, мы называем стилем. Да, эти вещи волнуют нас с каждым голосом больше и больше. Вот так. Так что я не знаю, я думаю, что наши треки будут просто еще более однотизмными, еще более груженными, поэтому не стоит вообще вот людям, которые уже заранее относят к нашему творчеству, так и задают такие вопросы. То есть надо просто завязывать, спешать нас и спешать что-то другое. Ну, например, люди, которые, ну, больше, что уважают этот темат, я могу сказать, что на, так сказать, ну, вот, на новом новом жаре, потому что там, на пульсе, вот, там будет три, вот, то, что три трека, они будут как бы следовать. То есть на символике таких треков, наверное, не было. Ну, это просто другого характера треки. Они, может, ну, по-большому счету, как бы, все о том же, но они просто немного другого характера треки. Они, ну, они просто интересуются ответы, если я слышу. Пожалуй, у всех нас есть вопрос, что есть человек, который является очень эффектом. Вот ему слово, потому что он непосредственно участник промо-группы. Всем привет. Я действительно являюсь участником промо-группы Мы постараемся сделать все от нас, как от промо-группы зависящие, чтобы в кратчайшие сроки группа набрала серьезную аудиторию, потому что я более чем уверен, тем материалом, который есть в багаже у коллектива «Соль земли», можно покорять не только Юго-Восток Подмосковья, а всю страну и ближнюю и в том числе дальнюю зарубежную. Я придумал, короче, этот мир, я его создал. Я сделал так, что, блин, в 10-е годы, короче, там, 21-е столетие воспитательную функцию, короче, уже вместо школы, вместо родителей, вместо, там, бабушкиных сказок, вместо, блин, вот этого всего выполняют совершенно, как их немыслимые вещи, типа, там, каналы MTV, да, или русских фотоисполнителей. И это придумал мне я, Ива, там, как Каста, как Триада. Она тем же самым была для меня. То есть я из той музыки брал, ну, не только вот непосредственно ее потреблял как слушателей, а там же масса аллюзий, масса каких-то ответвлений. Видно, чем люди живут, помимо вот творчества. И мы то же самое, мы, как бы, вот, действуем уже вот по этим канонам и по этим стандартам. И поэтому наш ряб, он не искусственный. То есть мы не садимся, не думаем, бля, вот что-то такое написать, чтобы понравилось и тем, и этим, да, чтобы вот там всем угодить. Нет, мы пишем совершенно по-другому. То есть это психолирика, это то, вот, что у нас внутри. Написано сердцем, джой. Да, Рома, как человек, прошедший суровую школу, короче, раненских подъездов, он от нас требует, чтобы мы были настоящими пацанами. И примерки периодически мы получаем. Тычки, тычки в район печени, почек однажды малый мне уебал туда-то, в затылок. И мы выбегаем на сцену, нечаянно нажал, и мы выбегаем на сцену каждый раз с ненавистью вообще ко всему происходящим. Это шутки все. На самом деле, не, ну, откуда берется агрессия на сцене? В принципе, это не агрессия на сцене, потому что если бы на сцене была агрессия, то на сцене было бы трудно уйти. Это просто, ну, манера подачи. Когда мне настолько, действительно, я болею тем, о чем я говорю, что как бы в адекватной форме, то есть стоять и читать это как стишок на детском утреннике, там, когда смысл тебе не совсем еще ясен, потому что ты пиздил, да, тебя заставили выучить там про елочку, про белочку, вот. А я-то знаю, о чем я говорю. И я вижу, что люди, которые стоят напротив меня в зале, они не очень понимают, о чем я говорю. Это меня злит. Поэтому во мне появляется ярость, напор, слово ненависть. Все просто стерко и весело, когда мы включаем. Не знаю, нет, ну, наркотики. Ну, против пропаганды вообще, какой бы то ни было, в творчестве, в рэпе, конкретных химических соединений и, как бы, растений там, и так далее. Мы против этого. Абсолютно согласен с Артемом. К наркотикам изначально даже, к этому слову просто, изначально я отношусь очень негативно. Я думаю, все со мной, люди, которые все со мной сидят, абсолютно согласятся. И кроме негатива и отрицания к наркотикам у нас ничего больше нет. Больше, вообще даже... Больше бухайте! Вообще, я даже не считаю это какой-то темой для обсуждения. У нас вот такая вот позиция. Есть огромное количество тем, просто небо идей, как бы, кроме этого вопроса. Ну, кроме того, просто по поводу засилия вообще темы наркотиков в рэпе, и в том числе в русском рэпе, вот мы с Нитей недавно обсуждали, какой бы клип мы сняли с удовольствием. Вот, ну, немножко, немножко так, расслабляющий такой монолог. Значит, представьте себе клип, ну, следующий. Вот, есть там, допустим, ну, там, я вот захожу к Ните, да, у нас там с ним дела какие-то, и в какой-то момент я понимаю, что, блин, мне надо сходить, там, положить денег себе на телефон, тупо. И вот я выхожу, вот, там, кто знает, вот, Митя живет там у детского мира, в городе Жуковский. Ну, такой себе пиздажик, наши, бочные дома, там, 14-этажки, 5-этажки, школа там рядом, дети, мамы ходят. Да, ну, почему-то именно в тот момент, когда я выхожу из подъезда, и стоящие рядом машины, выскакивают, короче, тип, такой, хоккейный, короче, майки с нулями, там, огромные, да, с кепкой огромной, вот такой вот на бок. И, короче, очень упорно пытаются поймать на руку и что-то вот мне в нее вложить. А я вот так вот от него, то есть, блин, что-то, что-то. И какие-то вот сверточки беленькие, вот, ну, из полиэтилена, они вот падают, падают, короче, на снег. Ну, я от этого отделался, но на следующем, буквально, в повороте еще двое таких же, и каждый ловит мою руку и пытается, а я все, нет, нет. И вот, поймите, весь клип, вот, я пошел, я положил денег на телефон, на обратной дороге их уже много, здесь человек 5, может быть, 6. И все пытаются что-то мне вот вложить в руку, кинуть на карман, вот так вот. И в итоге я просто в ужасе ломлюсь от них, и, видите, скрывается, вот, видите, на подъезде. И дверь, я же вот так, что-то, что-то... Я должен остановить вот это все, да. То есть, да, вот так, вот наше, собственно, отношение к наркотикам. А вообще, мы вообще не хотим, чтобы рэп в целом открылся к наркотикам, это неправильно. Хотя бы есть масса других причин, которые будут шипать на меня. Хотя, положа руку на сердце, я думаю, можно сказать, что у большинства здесь присутствующих. Опыт общения с наркотиками есть, и, как бы, но это в прошлом, и слава богу. Америка, это единственное государство, ну, вот как я, вот, я читал там, я много, как бы, интересовался этим вопросом. Вот, как бы, мое мировоззрение в этом вопросе, оно сформировано примерно так. Все традиционные государства, которые сейчас имеют место на карте мира, они, как бы, имеют традиции, они основаны на какой-то религии. В прошлом это были монархии, как бы. И Америка, и Израиль, это два государства, как бы, на карте вообще мира, которые, ну, как сказать, они там возникли без Божьей воли. Израиль, это, как бы, государство, которое вообще после Второй мировой войны было образовано. Вот, и, как бы, вот, просто отняли территорию Палестины, взяли туда, короче, все это знают. Вот, Америка, это государство масонцев. Все знают историю Америки, откуда она ссылается. Какой там генофонд, что это за люди вообще, кто ими правит. Есть вообще информация, что это, как бы, нация, которая несет мир, зло, и конец. Ну, вот так же по словам. Это, ну, на хуй класть, как бы, ну, на самом деле, вот, мы тоже можем по словам заморозить, там, вот, три буквы, рэп, да. Российская экспериментальная поэзия, пожалуйста, как бы, блядь, и никаких нам вот этих не надо. А, как бы, блин, в плане, там, если не переходить, да, там, вы любите негров, там, вы не любите негров, то есть все нормально, как бы. Хип-хоп изначально, это же не музыка, теперь, там, наркотиков, как бы, есть. Вот, малый знает, малый, очень серьезный поклонник хип-хоп музыки, помимо того, что он хип-хоп исполнительный. Он знает, откуда это все взялось, в чем корни вообще, в чем суть этой культуры. И, поверьте, ничего общего с американской фантией она не имеет. Большинство черного рэпа, это рэп либо исландский, либо это рэп религиозный, как бы, католический. Еще какой-то. Вот так. Даже Фиттик читает, что «гад, гивн и стайл», «гад, гивн и грейс», там, у них тоже все сводится к воде. То есть, вот, я думаю, противопоставлять нас рэпу, ну, это неправильно. Мы, нет, ну, не есть рэп, ну, как, российская экспериментальная поэзия. Все земли, пульсирует. Нахуй надо. Нахуй надо. Легенда. Субтитры подогнал «Симон»!